Друзья, всем доброе утро! Сегодня 30-й день, когда я не пью, не курю, занимаюсь спортом, снимаю это все на видео. Меня зовут Илья, это дневник утра, день недели сегодня вторник, на календаре 14 августа. И получается сегодня 30-й день, то есть можно подвести какой-то итог этому всему. И так как это 30-й день, знаете, в чем прикол интересный? И в том, что реально 30 дней тому назад я именно в этом месте принял решение о том, что я буду вести здоровый образ жизни. Это было ровно 30 дней тому назад. Я бы в жизни не поверил, что меня вот реально настолько хватит без алкоголя, без сигарет, что я буду утром рано просыпаться. В этом выпуске я хочу рассказать о том, как правильно ставить цели, чтобы их достигать, и как менять свои привычки, чтобы не срываться и просто внедрить это все в свою жизнь. На своем примере, на том, как мне это далось на протяжении этих 30 дней. Ну и позанимаемся, конечно, спортом сегодня, поставим какую-то цель. Ну и давайте пройдемся, пообщаемся с вами. Друзья, ставьте лайки, поддерживайте комментариями. Это очень важно для продвижения YouTube-канала, и мне для мотивации будет очень приятно снимать новые ролики. Друзья, поехали общаться! По поводу смены привычки давайте пообщаемся с вами. Значит, рассказываю по своему примеру вот то, к чему я пришел. Если ты хочешь поменять какую-то привычку, это решение ты должен принять сам для себя. То есть, если это навязанное какое-то решение от друзей, от знакомых, от общества, от родителей и тому подобное, то ты быстренько это поймешь буквально на второй, третий, четвертый день, когда ты сольешься, ты просто перестанешь это делать. Если ты будешь четко понимать, зачем это нужно тебе, ты на 80% победишь эту привычку негативную или какую-то рутину свою. То есть, первое, первое, это четко ты должен понимать, отдавать себе отчет в том, что тебе это не нужно, да, или тебе это нужно. Вот, это самое первое. Второе, второе, ты должен подойти к этому стратегически. Ты должен понимать, как меняется привычка, что нужно сделать для того, чтобы менять привычку. 21 день, это, конечно, рассказывают, все круто и хорошо, но это действует в рамках 21 дня. Вот, после 21 дня, как правило, большинство просто срывается, потому что что происходит в голове? 21 день я держался, в принципе, значит, и дольше продержусь, и на 22-23 день, а то и на 21 день, люди срываются и возвращаются на круги своя. Третье, третье, это мотивация, ты должен понимать, что тебя будет мотивировать. Введение дневника для того, чтобы отдавать себе отчет, это ведение, вот, влога, допустим, как я сделал. Ты должен понимать, что тебя что-то каждый день должно заставлять этого не делать. Четвертое, четвертое, пропиши себе рутину. Ты должен понимать, что, допустим, если ты борешься с негативной привычкой, то у тебя есть определенная рутина. Те действия, которые ты выполняешь по шаблону. Если это закурение, ты проснулся, заварил кофе, пошел курить, или ты там идешь с дома до остановки, ты начал курить, закурился, ну и тому подобное. То есть, вот, просто возьми свою рутину, найди там картические точки, где ты можешь сорваться, и пропиши себе эту рутину, что ты будешь делать вместо этого. Допустим, если это курение, то вместо курения ты будешь доставать воду и будешь пить воду, да, к примеру. Ты будешь просто, в данном случае, ты будешь заменять привычку. Вот. Тебе нужно с одной привычкой переключиться на другую привычку. Так будет проще всего. Пятое. Пятое – это визуализация. Представляй себя уже, как будто бы ты добился этой цели, поменял свою привычку. Эти все советы я собирал по отдельности, и потом в итоге я все совместил. Я осознал проблему с алкоголем, я осознал проблему с сигаретами. Самое сложное для меня было осознать проблему с алкоголем, потому что, типа, просто выпиваю, как и все там по праздникам, да, как это происходит. Но я понимаю, что если я буду себе это постоянно говорить о том, что я не алкоголик, потому что я, как и все, выпиваю, то, ну, кому я делаю лучше? Ну, я только сам себе делаю хуже, поэтому я действительно признался в том, что я не могу проживать какие-то праздники, какие-то тусовки без алкоголя. И поэтому я понял, что мне надо с этим бороться. Как я боролся с алкоголем? С алкоголем, первое. Первое, я начал понимать, что у меня начинается, когда появляется чувство голода, то я начинаю путать чувство голода и чувство того, что я хочу выпить. То есть, наоборот, когда я хочу выпить, на самом деле я хочу покушать. Вот, это первое. Второе, я понял, что у меня сигареты напрямую взаимосвязаны с алкоголем. Когда я выкурил сигарету, я хочу выпить алкоголь. Вот, соответственно, надо бороться с первой привычкой, чтобы не провоцировать вторую. Поэтому я начал в первую очередь бороться с сигаретами. С сигаретами я начал бороться с помощью питья воды. Когда я хотел выкурить сигарету, я доставал бутылку воды и напивался, ну, да не могу. То есть, я просто пил воду, вот, ну, и у меня пропадало после этого желание выкурить сигарету. Я понимал, что мне необходимо менять полностью свою рутину. Именно для этого я начал просыпаться утром рано, заниматься спортом. Я просто начал запускать правильно свой день. И получается, что в итоге, я думаю, чем это мне необходимо все закрепить. Я понял, что еще к этому всему нужно ставить какие-то цели на день для того, чтобы у меня был фокус на протяжении всего дня. И снимать это еще все на камеру, чтобы я, ну, просто не мог сдаться, если что. Когда я начну себя снимать на видео, я понимал, что назад дороги не будет. И самое страшное в этом всем было начать снимать этот влог. То есть, в совокупности, что я сделал? Сигареты я заменил питьем воды, с алкоголем я поборолся за счет того, что я бросил курить. И закрепил все тем, что я начал просыпаться утром, там, до 6 утра, выходить, заниматься спортом и снимать это все на камеру. То есть, это, получается, в совокупности мне дало то, что я вот на протяжении 30 дней не пью, не курю и занимаюсь спортом и снимаю влог этот. И получается, что самое крутое, о чем я не говорю, это о состоянии, это о ощущениях своих. Я реально становлюсь как будто бы новым человеком. Ну, то есть, это та жизнь, которую я, наверное, видел в детстве. Знаете, вот в этих всех красках, в этих всех ощущениях, когда ты контролируешь себя, ты постоянно в тонусе. Ты начинаешь замечать какие-то... Ты начинаешь следить за своим здоровьем, за своим телом. В общем, я безумно благодарен тому Илье, который принял решение 30 дней тому назад о том, чтобы вести здоровый образ жизни. И, друзья, это мои. Это то, как я боролся со своими привычками и борюсь до сих пор. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Обязательно на это все отвечу. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропускать новые выпуски. И по поводу цели на день, по поводу цели на день, я сегодня хочу научиться делать красивые, качественные превью для своих видео. Потому что, вот я сейчас прохожу курсы по Ютубу от бизнес-молодости. И, получается, два очень важных фактора, которые влияют на продвижение видео по Ютубу. Это первое – превью, то есть, картинка, которую вы видите в самом начале, перед тем, как кликнуть на видео. И второе – это название. Вот, с названиями видосов вроде бы у меня все в порядке. Проблема с этими превью. Сегодня нужно найти мне программу, в которой это все делать. И сделать парочку вот этих превьюшек. И это я все покажу. И поделюсь, какой программой я это все сделал. Добрался я до своей цели, поставленную, которую ставил на сегодня. Вот, в общем, сейчас буду искать программулину, в которой делать эти превьюшки. Вот такое вот рабочее место. Получается беседка. Там речка. Вот. Короче, такое атмосферное место для работы. Розетка, электричество, все как полагается. Просто супер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok